Вообще, с тех пор, как я перешел на MacBook, я стал даже немножко скучать по фразе «не отвечает». Нет, даже не так. С тех пор, как я уехал с неблагополучного района Новосибирска, я стал скучать по фразе «не отвечает» за базар. Ну, в смысле, вы поняли. А тут, значит, хоро… О, отвис. Можно даже больше и не стендапить. Ага, все работает. Прекрасно. Итак, наконец-то, здравствуйте. Меня зовут Роман Брудников. Я приехал, прилетел, точнее, из холодной-холодной Сибири, из города Новосибирска, где я работаю в компании «Двагис». Поднимите руки, кто знает компанию «Двагис» и пользуется продуктами. Прекрасно. Вот то ли дело, когда я приезжал в Минск, прекрасный город, а там никто не знает, что такое «Двагис», ну, просто потому что у нас еще пока что там нет карт. Так что, если у вас есть знакомые, которые могут купить в франчайзе в Минске, обязательно свяжитесь. Я думаю, это будет здорово. Чем я занимаюсь и кто я такой? Я фронт-энд-разработчик в команде «Диджитал». Команда «Диджитал» занимается тем, что создает всяческие спецпроекты, внутренние проекты, в общем, все то, что как-то нельзя описать каким-то таким, чем-то большим. Вот это все сыпется на нас, мы все это делаем. Скажите… Ну, давай, дружок. Вам… Мои елки-палки. Вам знакомы какие-нибудь из этих картинок? Кто-нибудь сидел в ВКонтакте или в Фейсбуке или в Одноклассниках под Новый год? Нет? Все счастливые люди. Ну, в общем, ладно, я поговорю за тех, кто не счастливые люди. Большинство из тех, кто не вы, судя по всему, видели под Новый год просто тонны вот этих сообщений, которые застилали всю ленту новостей ВКонтакте. Это так называемые подарки 2GIS, которые с помощью репортов дарились. Ну, там какие-то розыгрыши были. Вот, собственно, я тот человек, который принял участие в устилании стен всех людей вот этими подарками. Вот. Ну, слава богу, среди вас никого нет, меня не побьют. Какая-то просто магия кликера. Он просто перестал помогать мне рассказывать. Вообще никак. Ну, ладно. Что, пошел? Ну, так вот. Я вообще очень люблю, когда меня называют мерзким человеком, особенно после каких-нибудь митапов, после каких-нибудь конференций. Но в последнее время почему-то никто меня не называет так. Поэтому я решил показать голых мужиков. Так сказать, сразу в огонь. Что же это такое и зачем? Зачем мне все это? Дело в том, что, как и эта картинка, мой доклад разбит на две части. Первая часть, вот эта левая, это то, про то, какие проблемы мы, как верстальщики, вот именно не фронтенд-разработчик, а как верстальщики, решали много лет назад, а может, немного, и как нам приходилось выкручиваться из всех этих ситуаций. А вторая часть доклада про то, как мы должны выглядеть сейчас, и про то, какое светлое будущее нас ждет. Ну, так что, вот парень слева, это мы в 2009 году. Ну, либо большинство из нас. Я довольно зеленый во фронтенд-разработке, и очень поздно туда пришел. Зеленый, вот как вот эта обложка. И прошло, наверное, не больше трех с половиной лет, как я всем этим занимаюсь. Поэтому, на самом деле, я не могу передать всей той боли, которую испытывали мои старшие коллеги. Но я начинал ее чувствовать уже тогда, когда начинал всем этим заниматься. Я начинал с чтения книг, и вот это была одна из первых книг, которую я прочел. И там была одна фраза, которая уже тогда, три года назад, меня удивила. Там было написано «Не бойтесь использовать бордер-радиусы». Не то, чтобы я боялся. Я боялся того, что мне не досталось, какое наследие. Ну, в общем, я понял, что я начал заниматься фронтенд-разработкой в очень благоприятное время. Безумно. Что было в неблагоприятное время. Ну, в общем-то, как тогда, так и сейчас. Будем называть их пока что верстальщиками. Верстальщикам приходилось делать красиво. Как это все выглядело? Приходил веб-дизайнер и говорил, нам нужно, чтобы все очень хорошо продавалось. Чтобы продавалось, нужно сделать кнопку, ее нужно сделать с круглыми краями. Ага, окей, ладно. Но чтобы вот еще лучше продавалось, нужно, чтобы, когда наводишь, там тенюшечка появлялась. Хорошо. А потом она уходит, все переосмысливает, новые тренды какие-то видит и говорит, так, не, все, все, меняем. Короче, должна быть прозрачная кнопка. Только, только border radius. Ну, не дай бог, конечно. Как мы все это решали? В случае, когда... Это все старые времена. В случае, когда нам нужно было сделать какие-то круглые края или градиенты, мы вставляли картинку. Когда нам нужно было сделать какую-то тенюшечку, то мы вставляли картинку. Ну, или, например, когда нужно было еще что-то сделать, мы вставляли картинку. Кажется, что BG спрайты, вот это вот все, ниндзя, техники. Ну, каждый из нас с этим боролся и помнит. Если нам необходимо было поддерживать в большей степени интернет-эксплорер, и мы знали огромное количество заклинаний, то мы могли использовать фильтр. Это очень страшные конструкции, они до сих пор мне во сне приходят. DX, фильтр, там что-то я с трудом. А если мы были вообще на пике, на пике фронт-энд разработки, верстка разработки, мы знали про то, что такое веб-компоненты уже тогда, когда Google даже не сделал свой полимер, и мы писали, пользовались HTC. Ну, не тот, который у вас в кармане, хотя уже, наверное, вряд ли у кого-то в кармане HTC, а который про будущее. Кстати, кто-нибудь, поднимите руки, кто не писал вообще HTC-файлы? Ну, неплохо так, неплохо. То есть, боль-то такая, понятная. В какой-то момент это решающее количество верстальщиков или уже даже программистов понимали, что есть определенные боли, которые нужно решать. Прям совсем. И начали создавать какие-то общие решения, выкладывать их наружу, и так, наверное, появился у нас во фронт-энде open-source. Единственное, что я вспомнил с тех времен, это был CSS 3.py. Да, я больше ничего не нашел. Более того, я даже не смог нормального разрешения картинку найти. Если вы присмотрите, здесь она жутко пиксельная такая вся, потертая. Но такая радость позволяла нам делать всяческую магию в Internet Explorer. Правда, все жутко висло и тормозило, и, в общем, не всегда желательно было это использовать. Есть у нас еще одна сила, так называемые наши высшие разумы, которые на все это дело сверху смотрят и в какой-то момент все-таки понимают, что с этим нужно что-то делать, и таким образом появляется CSS 3. Это чудо и магия, и вообще спасение окажется. Но на этом не заканчиваются хотелки и боли тогдашних верстальщиков, все еще не фронтендеров, потому что нам все чаще нужно было делать все быстрее. И вещи, которые, мне кажется, выделялись в списке, что нужно было делать быстро, это лейаут и это какие-то компоненты. Компоненты имеются в виду, какие-то кнопки, какие-то поп-апы, какие-то что-то и так далее и тому подобное. Как решали эти проблемы верстальщики? Я наверняка не один, у кого в компании, точнее в команде, был там бесконечный список расширяемых элементов, особенно на лесе, который каждую неделю там добавлялась еще какая-нибудь переменная, которую нужно вставить, типа, а давайте еще туда ширину вставим, а давайте еще бордер радиусы, а давай еще, чтобы левые бордер радиусы и правый бордер, и вот такой огромный миксин. Ну, в общем, библиотека компонентов, да. Как? Ну, давай. Google показывает мне вот так вот. Это значит, что я на верном пути, кажется. Ну и чертим. Как вы думаете, как решали эту проблему open-source-щики? Есть как минимум два огромных решения, которые поставлены на поток и из года в год появляются наружу. Вам приходит что-нибудь в голову? Я говорю про лейауты и про компоненты. Фреймворки. Bootstrap. Это хорошо. Видимо, поиграем в игру, отзовись Google. Я про Google Chrome. Так вот, поднимите руки те, кто использовал Zerb Foundation. Вот как вы выглядите. Да, я реально не видел людей в Новосибирске, которые его используют. Это прям, ну, что-то для меня необычное. Вот. Я потом возьму у вас автограф у всех, особенно после того, как у меня Google Chrome отвиснет. Вот. И Bootstrap. Это, кажется, спонсор наших админок. Никуда от этого не деться. Ну, безобразие на самом-то деле. Google Chrome опять не отвечает. Время пошлого анекдота. Что? Ты думаете? Оно вообще, кстати, очень, да. Да-да-да-да-да-да. Очень символично, что вот так все происходит. Такого безобразия никогда не было. Я жутко перед вами всеми извиняюсь. Я не думал, что Google Chrome будет себя так по-скудски вести. На самом деле, я все понимаю, потому что Google Maps имеет свои карты, имеют свой навигатор. Тут недавно 2GIS выпустил навигатор. Все это, конечно, так как бы случайности. Разумеется, случайности. Все это. Да. Тем более, тем более, гудини тоже делают люди из Google Chrome. Ну, давай попробуем. Все лучше, чем просто стоять и шутить, шутить. Не смешные. Так, буквально полсекундочки и мы продолжим. Так вот, уже, к сожалению, без анимации придется... Ну ладно. Что нам подарил WU3C? WU3C очень долго рожал, но наконец-то у нас есть Grid Layout, который, кажется, очень много всего покрывает. Ну, за исключением Opera и Mini и Android браузера. Но, наверное, в Android браузере можно вообще все делать как бы вот так вот столбиком и особо не заморачиваться Grid Layout и использовать Flexbox, который глючный в IE. Ну ладно, в общем-то. Уже жить как-то можно, мне кажется. Что еще нужно было? Для того, чтобы делать все быстро, нужно, чтобы все было удобно. И, кажется, в тот момент мы понимали, что вертальщики те любят, которые любят писать вот многое, одно и то же. Многое, одно и то же. Многое, одно и то же и немножко так как бы размазывая логику. Многое, одно и то же и еще и с какими-то фоллбеками. Вот. Но все это, конечно, ерунда, потому что в каждом из вертальщиков тогда уже жил программист или зарождался. И он хотел, чтобы все как-то логически, семантически было связано, даже не знаю, какое слово использовать. И можно было вставить какую-нибудь переменную в CSS. Чтобы можно было всю логику одного чего-то держать вместе. Чтобы можно было вообще не писать никакие старые синдексисы, потому что зачем. Кому-то, кому-то и вовсе нужно было что-то такое. Блин, у меня тут картинка такая смешная была, ну ладно. Ну, как бы бог ему судья, ладно. Все мы знаем, какие были решения у опенсорса. голубой, розовый, зеленый, каждому карандашу на вкус и цвет. Мне больше всего зеленый нравился, но это ни о чем не говорит. Вот, ну, просто потому, что, не знаю, как это связано с Node.js. Но, кажется мне, что сейчас уже можно все эти решения выбросить на помойку и восхвалять Андрея, как бы поклоняться ему, рисовать пентаграммы. Ну, все как он любит, как бы. И просто потому, что кажется мне, что подход «бери только то, что тебе нужно», он прекрасен. Никакого лишнего кода, никакого огромного банча ненужных тебе функций. Но, что же на это дело ответили наши всевышние W3C? Это что, здесь, что ли? О, это прям лучшее мое выступление. W3C за все это время, кажется, из подобного подарили только Custom Properties. Причем не переменные, они подарили Custom Properties. Я не говорю, что это плохо. Вот сидит Паша из Lovato. Он рассказывал чудесный доклад, если вы не видели, обязательно посмотрите, про то, как круто использовать Custom Properties. Но я сегодня расскажу, что они, в чем еще мне не хватает их способностей. Знаете? Еще фронтендеры, тогдашние верстальщики, хотели, чтобы продукт можно было продолжать развивать. Какие-то, видимо, их сайты начали приносить деньги и нужно было допиливать какие-то функциональности, какие-то, я не знаю, новые страницы, еще что-нибудь. И приведу самый глупейший, банальный пример. Например, есть у нас основной стиль нашего навбара. И там цвет три девятки. Потом, через несколько месяцев, мы уже все забыли, возвращаемся, и там добавляется новая сущность вопроса. И там навбар должен покрашен быть в три тройки. Мы как бы добавляем, наверное, мы с помощью леса это добавляем, это все в один файл, потом соединяется, никаких бандлов, никаких подгрузок, только того, что где и что нужно. Тогда таких слов не знали. Ну и все, с тех пор у нас все покрашено в три троечки. Ну, конечно, очень банальный пример, но я уверен, что каждый на это надыкался. И решений просто тьма. Я вообще хотел, чтобы тут ничего не было, и вы бы выкрикивали «Бэм! Бэм!», там, Арава из Яндекса начала кричать, типа, да вот же решение, но ничего не удалось, ладно. Лично я думаю, лично я люблю Stiled Components, просто потому, что в последнее время с ним чаще работаю, но мне кажется, те, кто с React там работают, они еще мне скажут Араву примеров, что можно использовать для решения этой проблемы. Но всегда хочется, чтобы… Будьте здоровы! Но всегда хочется, чтобы кто-то сверху дал какой-то стандарт и решил наши проблемы. И опять-таки W3C что-то не торопятся, и CanIUse говорит, что у нас есть работающий только в Firefox Scope CSS, и судя по спецификации, ребята еще не договорились между собой, как это все должно выглядеть и как с этим работать. Продолжая тему расширения, хочется поговорить про то, чтобы это было все безопасно. И тут я вспомнил про так называемый, мне подсказали, двойной голландский метод. Так вот, когда мы что-то пишем и хотим все писать, используя какие-то современные фичи, мы должны немножечко подстраховываться и использовать что-то, что примерно то же самое. либо использовать какие-то старые технологии, которые, ну вот вроде как, должны где-то работать, ну либо вообще топорно все проверять в лоб. Ну такие у нас были решения. OpenSource тоже много чего дал, и самая популярная библиотека из тех, что я использовал, была Modernizer. Ну она как бы не совсем про то, но какую-то часть она покрывала из того, что я свыше сказал. Но, W3C давным-давно уже ввели что-то подобное, что позволяло эти проблемы решать. Это AdRules. И вот эти вот AdMedia, которые мог, и дает до сих пор, в общем-то, возможность писать стили для разных разрешений, все это прекрасно работало бы с Support. Да и в общем-то Support давно работает, но он как-то собака так появился тогда, когда уже все работало. Ну то есть очень здорово Support проверять в браузере, в котором все работает. Где он был в 2009 году, когда люди страдали и плакали с Internet Explorer? Непонятно. Непонятно. Ну вот хорошо, что хотя бы сейчас есть. Наверное, я могу проверить наличие гридов и сказать спасибо. Ну вот как бы и что? Как в итоге мы решали все наши проблемы? Окей. Мы брали какие-то BG спрайты. Мы писали либо брали решения каких-то лесов, сасов, ну в общем засахаривания нашего кода. Мы отдавали что-то, но похожее, подобное. Либо мы вообще городили какие-то кастыли. И кажется, что все это не очень правильно. Потому что будь это все JavaScript в JavaScript мы бы прошлись по очень простому пути предложить фичу, написать, но хоть самостоятельно какой-то полифил и тут же ее юзать. Например, кто-то из WU3C сказал, что можно вот так вот сделать. И пожалуйста. Но это не так просто сделать CSS, когда нам нужно сделать какой-то полифил или сделать какое-то поведение, связанное со стилями. Для этого нам нужно рассмотреть схему того, как собственно наш браузер отрисовывает страницу. Пройдемся коротенько по всем этим пунктам. Сперва парсер берет и из нашего текста, по дактайпу понимает, что это HTML, ходит, собирает дом, потом ходит там по стилям, собирает CSS-ом, каскадом разливает все эти стили, отрисовывает лэй-аут, отрисовывает шрифты и цвета и так далее и тому подобное. Ну и потом последний компоновщик понимает, где что должно работать, может быть что-то отправить на видеокарту и так далее и тому подобное. Где во всей этой схеме мы имеем доступ к нашего JavaScript? Мы имеем доступ к дому и чуть-чуть не очень-то полноценно к CSS-ому. То есть обычная схема полифила с помощью JavaScript будет выглядеть так, что мы в конец все ставим, это все повлияет на дом, потом это все пройдет по всем имеющимся этапам, может быть это где-то не будет какой-то этап полноценно включать, но в любом случае это пройдет по всей цепочке. И да, у нас очень быстрые браузеры, у нас очень мощные компьютеры, все здорово, за исключением того, что у нас может быть очень много элементов. Мы можем делать какие-то параллаксы на скроллы, где будет просто очень много обработчиков, где будет все висеть даже на наших сверхсовременных технологиях. И вообще кажется, что это какой-то не очень правильный способ что-то отдавать в дом, строку преобразовывать во что-то, что-то обратно, когда можно сразу обращаться к тому, что нужно. И специальная группа W3C под названием Houdini решила дать разработчикам возможность стучаться сразу туда, куда им необходимо. Они предложили вот такой список API, которые разбили на вот эти все группы. Пока что непонятно, что с каскадом, причем они вроде как хотят что-то по нему сделать, но информации вообще никакой нет, но со всем остальным все более-менее как-то развязано. Поэтому давайте по очереди поговорим, практически по очереди рассмотрим все те, что у нас имеются. Зачем нужно работать с CSS-омом и что в нем не так? Ребята предлагают сделать CSS typed-ом. Это что-то вроде CSS-ом 2.0, который позволит больше не делать, не городить вот таких костылей. В чем костыльность этого решения? в том, что мы хотим подвинуть какой-то блок на сколько-то пикселов. И мы делаем строку, в которую мы вставляем выдернутую ширину, выдернутую высоту, добавляем к этому пикселы. Все это оскармливается дому. Дом этой строки преобразует в CSS. CSS это парсит, в CSS length. короче, это уже кажется какой-то просто ерундой. Как это должно быть на самом деле? Мы берем и говорим хочу opacity вставить туда CSS number value. Все. Либо я хочу height вставить и вставить ему такой-то length. И length будет пикселы. Все. Если я хочу что-то получить, я пишу get и говорю value или type и ничего не обрезаю. Никаких не делаю магических танцев, не думаю о том, у меня там три символа на конце, типа как r и m или два типа и m. Ну, ни о чем я не задумываюсь, либо не пишу никакие регулярки. Просто имею доступ к тому, что мне нужно. Если я хочу как-то извратиться и заюзать калки, я пишу пожалуйста калк, вставляю туда строку. Если мне не нравится строковое представление, я беру и передаю туда объект, где указываю значение это либо строкой, либо в виде объекта. Кажется, что вот это уже похоже на что-то человеческое. Ребята из Гудини написали полифил, чтобы можно было зайти и потрогать. Полифил, разумеется, работает очень медленно. Просто потому, что это полифил не для продакшена, а для связи с разработчиками. Вы можете перейти по этой ссылке, попробовать поработать с этим API, понять, нравится вам или не нравится, написать что-то в pull-request, дать какой-то фидбэк ребятам. Ну и соответственно ждать чудо. Но на самом деле чудо уже произошло. И вы можете открыть свою канарейку, а может быть даже уже не канарейку, нажать там флаг и все спокойно использовать прямо сейчас. Я потыкал, это здорово, прямо удовольствие. Что это CSS awesome, да? Level 1. что насчет статуса? Что насчет статуса? Статус, кстати, был написан, да, здесь не обновлено. Последнее обновление 3 июня. Вот Google Chrome меня подвел, и я вам даю теперь старую информацию. 3 июня обновился статус этого драфта. Окей, что еще? предположим, у нас есть такая ситуация. У нас есть какой-то aside, и он по дефолту 50 пикселов. Я хочу сделать такую хитрость. Я хочу, чтобы у меня этот aside, когда на него набрасывается класс очень плавно расширялся до 250 пикселов. Но я хочу заюзать магию Custom Properties. И я подумаю, почему бы мне не взять и Transition ее не анимировать. Предположим, я беру, задаю вот этот Custom Properties with 50 пикселов и вот этому aside 50, ну, эту переменную передаю в качестве ширины. И говорю, что хочу, чтобы Transition работал на этот with за одну секунду из. А по набрасыванию класса пускай моя переменная, условная переменная будет уже теперь 250 пикселов. И соответственно все будет плавно так расширяться. Скажите, почему этот код не будет работать? Transition да нет, вроде правильно. Да черт с ним, пускай она будет даже в руке объявлена, ничего не изменится. нет, дело немножко не в этом. А дело в том, что Transition не понимает, что такое dash dash width. Для него это простое строковое представление, это не какой-то length, CSS length. То есть в конце мы говорим, что до 250 px, который length, а для Transition мы передали какую-то просто строку. Просто потому, что Custom Properties в этом их маленький минус. они держат у себя строковое представление. Мы можем с помощью нашего JS полифила исправить эту ситуацию с помощью Properties and Values API. Мы можем зарегистрировать свойство dash dash width, сказать, что это length, сказать, что оно не наследуется и по дефолту 50 пикселов. То есть если кто-то туда передаст не пикселы, а например red, то там все равно по дефолту будет 50 пикселов. И вот начиная с этого момента, как только работает register Properties, все сработает. Я проверял за флагами. Это действительно так работает. Такая магия. Это все также можно потрогать за флагом. Ну, все так же не 31 марта, а уже 3 июня. Все прекрасно. Что насчет анимации? Что если мы хотим все-таки как-то реализовать наш скроллинг какой-нибудь мощный? Так, сейчас очень опасный момент. Интересно, получится ли у меня найти демку? Очень хочется. Эть. Так. вот, смотрите, есть у нас какая-то мобильная верстка, и мы начинаем скролить, и раз, и этот аватарчик убегает потихонечку вверх, и там и остается. Наверное, наверное, на джаваскрипте это было бы немножко больно. Ну, точнее, как нормально, но чувствует мое сердце, что там бы все проседало по FPS. Так, как бы это эть. Вот так. Чувствует мое сердце, что по FPS это бы жестко проседало. И хочется это сделать как-то нативно, с помощью CSS, но пока что никаких таких возможностей нет. Кроме как верить в Goudini. Что предлагает Goudini? Они предлагают взять и сделать так называемые композит ворклиты, которые будут работать в отдельном потоке джаваскрипта и не забивать основной наш поток. Там в этом ворклите сделать некие отражения наших дом-нод и провести всю работу с ними. и, соответственно, все это отдать на ГБУ, который спокойненько это все отработает и браузер наш висеть не будет. Причем все это дело, все эти ноды, которые мы туда делаем, они проксируются, отдавая только те свойства, которые нужны. То есть ширину, высоту и те элементы, которые только задействуются, а не вся наша веб-страница. Как это все выглядит? Мы импортируем ворклит, причем, кстати, будьте осторожны, сейчас синтаксис очень активно меняется, у них непонятно, может быть другой синтаксис летит. Но концепция примерно такая, что мы импортируем ворклит, в самом ворклите мы объявляем какой-то класс. В этом классе есть два метода. Первый это onMessage. OnMessage это то, что этот ворклит получит, какие домноды. Собственно, вот эти проксируемые домноды. И там будет массив, вы видите, и data 0, 1, 2, и tick. Тик это такая функция, которая будет отрабатывать и отрисовывать что-то, какую-то логику, которую мы сами опишем. Но не каждую секунду, не каждый request animation frame, а только каждое то, на что мы скажем завязаться. Сейчас поясним. Вот продолжение этого импорта. В Дене мы создаем этот, точнее вызываем конструктор composite аниматор и передаем постмесседжерам вот эти вот три прокси. видно, что там через запятую написано, что должно работать и на какое действие. Вот Windows должен как-то реагировать на scroll top, Avatar должен как-то с трансформом реагировать и Bar с трансформом и с opacity. Соответственно вот на scroll top извините это все конструкция это тик и будет отрабатывать. Если хотите потрогать все также за флагами доступно. Ну про статус они видимо работают полноценно по каждому драфту судя по CSS драфту. Что есть помимо этого? На этом плюшки и фишки не заканчиваются. Есть Paint API. Это то, когда вы хотите что-то нарисовать. например вы хотите сделать какие-то необычные бордеры какими-то треугольниками ну вдруг. Либо вы хотите чтобы у вас бэкграунд шел как-то какой-то странной кривой либо овалом. Не знаю на самом деле. Либо вы хотите сделать знаете как material design ripple когда нажимаешь и там все как по воде расходится. Вот все это можно сделать с помощью Paint API. В чем смысл? Использование вот этого register ну точнее Paint API оно относится только к какой-то одном ноде которое имеет отражение в CSS. Я дальше по коду покажу. Оно имеет доступ к какому-то свойству точнее ко всем свойствам которые там определены. В данном случае мы берем circle color. И дальше в методе paint мы рисуем по такому же принципу как мы это делаем в канвасе. Но не количество фич обрезано он работает быстро и смачно и все у него здорово. И как все это выглядит в CSS. Мы объявляем тут какие-то переменные которые нам потом понадобятся в paint в функции paint и background имиджем только им вставляем paint тот который мы зарегистрировали. Ну все так же со флагом все это доступно ну и со статусом в общем-то тоже все хорошо. Дальше самое наверное самая перспективная вещь которую больше всего ждут это layout API. Тут такая глупая схема про то какие могут быть у нас нужды что мы вообще можем захотеть мы можем захотеть какие-то выстраивания блоков по шахматы доске или мезонри который когда-то был популярен не знаю может до сих пор кто-нибудь использует либо я может быть наконец захочу реализовать своими руками math ML но вот он мне нужен либо я хочу повторить дисплей точнее flow которое есть у Ruby нотации либо мне еще какие-то нужно будет фишечки использовать какое-то обтекание все это можно будет сделать с помощью layout API за одним большим исключением это очень большой драфт который они очень медленно делают в двух словах это работает так же как и paint API должны зарегистрировать какой-то layout должны получить от этой дом ноды какие-то его геометрические характеристики и потом в layout описать логику условно с помощью позиционирования то как это должно все отрисовываться и очень просто использовать дисплей layout тот который мы зарегистрировали но со статусом все хорошо а вот с потрогать нет пока ни за флагами нигде ничего толком я не смог найти то есть ребята прям это очень жестко все обсуждают не знаю но я надеюсь что все будет хорошо и пойдем наверное уже к заключению и так к чему все это было это было к тому что в будущем нас ждет приятное что-то бескостыльное я надеюсь я даже не знаю только когда мы начинаем решать проблемы с css так как кажется они должны решаться у нас пока непонятно что происходит с каскадом вообще нужно ли нам решать какие-то проблемы но этот доклад был как раз про то чтобы вы узнали что такая возможность в принципе есть вы уже можете использовать про то какой статус она имеет сейчас и про то что разработчики в каждом в каждой своей статье в каждом докладе говорят пожалуйста напишите нам какие боли вы испытываете скажите о том что бы вы хотели увидеть мне кажется каскад никак не реализуется просто потому что мало людей написали своего фидбэка если у вас есть какие-то боли если у вас есть какие-то мысли и предложения о том как все это нужно решать будьте будьте смелы и вольны написать им здесь я представил несколько ссылок про то как это работает самое классное из них это explainers они постоянно рассказывают про то что как у них идут дела и да вы можете найти несколько статей похожих на это но там статус прямо скажем просроченный и синдексис поменялся и несколько некоторые из этих фич даже не были объяснены поэтому на этом я думаю все большое спасибо спасибо вопросы наклейки привет спасибо за доклад меня зовут Саша и у меня вопрос я так понимаю гудини это довольно низкоуровневая история вообще в принципе есть ли сейчас попытки в опенсурсе сделать какие-то выскоуровневые библиотеки или пока никто этим не интересовался ну нет что-то что-то подобное может быть не в таком большом объеме не так структурировано что доступ там к CSS ну или подобие доступа к CSS и так далее они всегда есть даже jQuery в некотором смысле что-то из этого делал ну как например даже самая работа с выдергиванием свойств но наверное кроме них самих вот что-то совсем похожее на это никто не реализует ну то есть пока просто в комьюнити не очень много кто этим занимается ну там сложно этим заниматься вот на их уровне потому что ну они это пишут конечно сразу в браузер да поэтому а реализовывать все подобные вещи на JavaScript довольно больно ну и как бы нет я имею ввиду именно насчет обертки над тем что делают они то есть получается много кода когда ты пишешь вот по NDPI и так далее и как-то более высокоуровневую историю сделать из этого я не находил подобных примеров все то что я пытался нарыть ничего не видел но мне кажется то что сейчас это немножко бессмысленно потому что это же драфты ну потому что не стабилизировалось да 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 то есть они поменяют вот еще буквально 10 кажется дней назад там было написано import worklet я зашел на обсуждение они говорят нет давайте переделаем этот модул так будет лучше и они немножко синдексисы постоянно меняют поэтому кажется даже сейчас а прогнозов по выпуску ничего такого нету ну то есть какой-то road map или что-то в этом нет нет у них есть встречи на которые можно подписаться есть мейл-листы всячески там как раз в ссылках все есть и можно даже посмотреть отчеты о встречах где они встречаются они время от времени там раз в несколько месяцев face to face даже встречаются для обсуждения всех этих вещей но как бы они это делают практически в прикол потому что их основная работа это заниматься ну вот например разработкой google chrome и там люди еще из apple из mozilla foundation из samsung ну как бы список компаний которые принимают в этом участие конечно радует но кажется то что их это не основная работа и поэтому ну как бы вот ладно спасибо спасибо привет большое спасибо за доклад я тоже жал shift 6 раз чтобы открыть возможности экспериментал вопрос навеян по css а в частности пакетом рюкзак там есть такие футуристические свойства которые сделаны не по спекам а насколько гудини является future proof решениями не попадем ли мы на переписание того что ну извините пацаны нет мы решили вот эти свойства переделать а вот эти все-таки да будем использовать без изменений попадем пока они не скажут то что все это не драфт а кандидат там как рекомендейшн кандидат я не помню как это называется вот пока на какую-то такую стадию не выйдем будем попадать на эти грабли но они не говорят что это можно использовать продакшн они говорят используйте и пишите фидбэк мы еще в стадии разработки нам нужно как можно больше обратной связи чтобы понять что вообще вам необходимо то есть они они не фронтендеры они чуваки пишут на си они делают стандарты то есть они немножко другой стороны смотрят на это поэтому они постоянно просят просят пожалуйста пишите пули квест на гитхабе все открыто все обсуждения то есть это заведомо опасно для больших проектов ну сейчас да но это будущее это неуверенное будущее ну я бы процентов на 75 был уверен что некоторые вещи такие как по крайней мере typed on и paint api будут работать именно так большое спасибо я потом могу дать автограф зарпи использовал потому что он на сас перешел первым хорошо хорошо привет такой вопрос базовые какие-то штуки через эти api реализованы на примерах например flexbox ну то что то к чему мы привыкли да можно посмотреть как это выглядит да 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 там в explainers вот первый ссыл который который прям вообще энциклопедия там очень много примеров и они реализовывали кажется кто-то делал grid надо погуглить посмотреть прямо twitter читаешь killpatrick это один из главных создателей и он говорит вот сегодня заняться было нечем я сделал grid ну типа было прикольно там не все работает но как бы в целом уже уже ок либо они делают из таких демок которые я видел они делают господи ну вот этот ripple самый такой известный пример когда ты нажимаешь в каком-то месте на кнопочку и оттуда начинает растекаться такая волна ну и вообще на самом деле да много каких-то вещей тут же самое mathml они кажется тоже делали как пример реализации возможностей вот этого layout api а самые базовые вещи из paint еще интересуют какие примеры из paint они делали какой-то градиентный background какой-то там волнистый что там кнопка была но она выглядела абсолютно омерзительно как с 95-го года но вот как факт что ты берешь и говоришь background там fantasy условно и все и он там начинает всякие такие страшные монстрозные конструкции рисовать все это будет твой border пожалуйста теперь твой дизайнер будет радоваться и говорить наконец-то а вот еще молодой человек кажется уже рука у него отнялась у нас давно возникает такая ситуация у всех возникала такая ситуация когда на макбуке на каком-нибудь у тебя анимации прекрасно двигаются в разные стороны а потом клиент берет какой-то android samsung скроллить и у него фпс там 5 3 появится ли у нас возможность узнать фпс конкретного устройства как-то профилировать раз мы так глубоко залазим сможем ли мы узнать сколько там графических ядер в графической карте на этом компьютере потому что без этого мне кажется мы упремся в то что рядовой верстальщик сможет легко убить картинку я понял на самом деле вопрос немножко кажется не про это то как это все профилировать и то какие там можно будет графики смотреть и к чему обращаться это не про гудини но вы прямо сейчас можете подключить свой android к маку либо к android и зайти там в developer tools и посмотреть сколько фпс у вас на чем есть ну а с помощью гудини вот эти все анимации которые на маке работают хорошо а на android нет вот они везде будут одинаково хорошо работать потому что это более низко уровней доступа просто вы озвучили то что вот процесс будет выполняться в отдельном потоке если вы работаете ну когда вы работаете с голпом вы можете там использовать например посмотреть сколько в операционной системе доступно потоков использовать столько потоков сколько вам доступно не больше благодаря этому не убить систему да здесь мы не упремся в это же самое то есть если у нас не будет возможности на клиенте узнать сколько у нас ядер там сколько у нас графических ядер как мы можем оперировать делать что-либо не зная возможности системы пока что я в документации ничего подобного не видел но кажется все это будет решаться на каком-то более низком уровне ну то есть это как-то браузер сам будет решать к чему иметь доступ сколько чего запрашивать кажется так тут наверное ничего пока сказать нельзя ну либо я такой информации еще не нашел скорее мой просчет будет а вот передадите вот я javascript полифилы они как-то зарекомендовались но в принципе по быстродействию бывает даже быстрее чем нативной реализации такие сырые а вот это в случае сгудения можем рассчитывать на то что полифил будет работать хоть как-то близко к тому как работают сейчас флексы там или гриды нативные можем мы это использовать продакшен или как это ощущаешь как твои флексы тормозят как бы я не видел таких проблем чтобы у меня очень долго как-то отрисовывались страницы потому что у меня все на флексбоксах кажется такой проблемы нет если мы реализуем гудини флексбокс через гудини будут ли эти гудини флексбоксы хотя бы приближаться к производительности к нативным флексбоксам какое там соотношение будет ну это очень такой специфический вопрос я даже не уверен что товарищи которые презентуют этот гудини смогут тебе на него ответить прямо скажем я не знаю даже как у меня пока что нет идеи как бы я бы замерял такие вещи то есть я не отвечу на этот вопрос но тут нужно исходить из того действительно ли тебе такие вещи нужны то есть кажется что некоторые такие реализации в принципе не нужно полифилить не знаю но вообще вопрос интересный я подумаю о том что чтобы можно было заполифилить чтобы возможно это работало быстрее хотя конечно сомнительно что это будет работать быстрее спасибо может я ошибаюсь что насчет кастомных псевдоклассов вот это хороший вопрос у вас есть какие-нибудь наклейки лучшему вопросу вот я бы ему отдал пока что в спеке я ни слова не нашел очевидно то что доступ какой-то до них должен быть но тут еще все зависит от того что что именно под этим понимается если мы просто на какой-то псевдоэлемент или псевдоклассы что вы сказали псевдоклассы псевдоклассы наверное 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 это и не сильно большая проблема потому что вот эти все paint api и что еще layout api они все доступ имеют как раз вот к этому скопу ну все сессии то есть ты пишешь там first line и внутри в этих в curly braces описываешь какие у тебя стили есть и вот там когда мы используем какой-то зарегистрированный вот этот вот paint или layout он как раз доступ имеет только до этого скопа так что наверное вот здесь проблемы нет но собственно что еще может быть может быть такое что используется стандартный дисплей но при этом хочется добавлять каких-то своих кастомных предикатов ну например вот допустим у нас нету ладно пример сейчас не приведу но просто нужна какая-то функция которая вычисляет на основе каких-то свойств применять ли данное правило или не применять не знаю сложно я еще думаю о том как гудини будет работать вот например если я хочу что-то нарисовать это продолжаю ваш вопрос и точнее даже ситуация такая у меня есть основной элемент у которого позиция relative и есть у него какой-то псевдоэлемент допустим вот именно про элементы не про классы хотя с классами тоже например с ферстлайном что-то ну ладно с псевдоэлементом и он у него позиция абсолют и могу ли я как-то в пент api или layout api получить доступ до вот этого родительского смысле позиционирования элемента чтобы как-то в зависимости от этого отрисовать ничего такого не видел не знаю как это будет реализовываться но вопрос интересный на примитивном уровне вот эти все доступы до скоба они есть и с этим все в порядке спасибо все с вопросом заканчиваем уходим на перерыв еще раз спасибо докладчику спасибо спасибо Спасибо.